Исполнение федеральных партийных проектов в городском округе Щелково на контроле у депутата областной думы Владимира Шапкина. По поручению регионального исполнительного комитета вопрос обсудили на совещании актива местного отделения «Единой России». Владимир Шапкин напомнил, что еще в 2003 году партийные проекты стали формой предложений жителей к органам власти наводить порядок в той или иной сфере. Позже они трансформировались в государственные программы и национальные проекты. В чем разница государственной программы от партийного проекта? Вместе это одно и то же. То есть это решение какой-то большой проблемы в какой-то сфере. И партийный контроль. А государственная программа – это финансирование. Потому что есть на сегодня и партийные проекты, которые не имеют финансирования. Безопасные дороги, городская среда, здоровое будущее, историческая память, культура малой родины, новая школа, старшее поколение – это далеко не весь перечень проектов. За каждым закреплены координаторы, наиболее активные партийцы, руководители учреждений, депутаты обновленного состава совета городского округа Щелково. Проект «Детский спорт» курирует депутат Николай Павлов. В рамках проекта проводятся соревнования, развиваются новые виды спорта. Например, недавно фряновская команда по дворовому футболу выиграла областной турнир. А в Щелкове на новый уровень вышла самба. Мы проводим мероприятие крупное. Совсем недавно мы провели первый турнир, первое открытое первенство городского округа Щелково по самбо. Это мероприятие охватывало сразу два проекта – это за саму или саму школу, это партийный проект «Единой России» и «Детский спорт». Тем не менее, в каждом проекте есть проблемы и нюансы исполнения. Например, нужно воздействовать на нерадивых подрядчиков в сфере благоустройства. На совещании обсудили подобные моменты, поставили задачи на будущее, актуализировали список координаторов проектов. Внесли предложения, например, создать футбольные команды в местных отделениях «Единой России» и провести областной турнир. Мы много-много других предложений, которые способствовали бы формированию как и новых партийных проектов, так и совершенствованию тех, которые идут. Мы вот сегодня ждем наши новые национальные проекты. Это ведь ранее тоже были и сейчас остаются партийными проектами. Они нацелены на одно – создать комфортные условия жизни наших жителей на территории конкретно городского округа Челково. Какой бы проект мы ни взяли. И еще одно событие в зачет местного отделения «Единой России». Владимир Шапкин вручил старшему инспектору Загорянского территориального отдела Тимуру Соколову государственную награду Луганской Народной Республики – знак «За гуманитарную помощь». Ирина Микедова, Щелковское телевидение.